Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас занятие на тему «Мировая коммунистическая революция». Занятие, эта лекция стала уже традиционной, звучит очень чётко, серьёзно. И, кстати говоря, очень редко именно такая формировка, «Мировая коммунистическая революция». После того, как социализм в Советском Союзе потерпел поражение, многие посчитали, что с коммунизмом всё уже покончено, никакого коммунизма нет, есть только везде капитализм. На самом деле это та иллюзия, то заблуждение, которое насаждаётся в буржуазной идеологии. Как мы знаем, буржуазная идеология, она довольно активная и проникает практически во все слои нашего общества, нашего, и вообще в мире достаточно влиятельная. И в этой идеологии утверждается, что всё, в 91-м году с развала в Советский Союз, с реставрацией капитализма на территории, которую занимал Советский Союз, всё социализма нет. На самом деле, если рассматривать по сущности явления революции, коммунистической революции и принципы революции как таковых, то сейчас наступило только второе столетие мировой коммунистической революции. То есть мы находимся во втором столетии. То есть началась, естественно, мировая коммунистическая революция, чётко совершенно известна. В 1917 году революцией в России. И сейчас этот процесс продолжается. Этот процесс очень сложный. И для того, чтобы нам в этом разобраться, нам нужно сначала сформулировать, что это мировая коммунистическая революция. Ну и революция – это есть изменение общественного строя, то есть общественной экономической формации. Если говорить о том, что такое мировая революция, то это революция, которая охватывает весь мир. И это революция. Чтобы понять, что такое коммунистическая революция, надо начать с того, какая была первая революция мировая. Человечество живёт уже долго, по некоторой тропологу утверждает, что более миллиона лет. И вот первая революция – это переход от первобытно-общинного строя к первому эксплуататорскому строю кровообладельческому. То есть произошла революция. Она, конечно, не те формы носила, которые мы привыкли носить в понятии революция, но она была тоже революцией. То есть одна формация сменилась в другой формации. Первобытный общинный строй или, говоря по-другому, это первобытный коммунизм. Коммунизм, а слово «коммунизм» – «общее». То есть в племени или в совокупности племён всё имущество было общее. И в этом смысле это было коммунистическое общество. Но какое? Первоначальное, первобытное, примитивное коммунистическое общество. И по мере того, как развивались производительные силы, увеличилась производительность труда, и она на каком-то этапе развития человечества достигает производительства таких величин, что уже группа людей, работающих, может обеспечивать выживание, воспроизводство рабочей силы не только своей группы, но может производить уже больше. Когда этот период наступил? Это тогда, когда человечество уже перешло к производству металла. Это были, как мы знаем, бронзовые орудия труда, смесь олова и меди. И производительность труда увеличилась. И в каких это странах произошло? В тех странах, где создались наиболее благоприятные условия для роста этой производительности труда. То есть в те страны, где было достаточно много воды, где было тепло, но не слишком тепло, чтобы не приходилось достаточно интенсивно работать. То есть это мы знаем Киев и Египт, это мы знаем Междуничье, это мы знаем либо Восточная Азия. И не случайно первые государства возникли именно там. То есть когда стали производить больше, чем было необходимо для воспроизводства, причем систематически, не отдельный случай, а систематически стали производить больше, чем необходимо было для выживания, для воспроизводства своей рабочей силы, то, соответственно, возникло, я сейчас не буду на технологических особенностях каких-то останавливаться, ясно, что в Нил река плодородная, и снимали по 2-3 урожая, риса и тростника, и, соответственно, уже могли производить, используя металлические орудия, гораздо больше продовольствия, гораздо больше другой продукции, нежели производили раньше. И, соответственно, войны, естественно, шли, племена боролись с другими племенами, и раньше захватывали в плен, но раньше что бы делали с пленными? Раньше с пленными их либо убивали, либо интегрировали в свое племя. Они становились членами племени. А как производство, производство труда увеличилось в такой степени, что один работник мог производить продукции, которых хватало и ему, и сверх того, еще, например, на одного человека, это группы людей стали производить столько, что хватало, и уже и многим людям, то, естественно, появилась возможность, ну, может, даже и необходимость, в том, чтобы тех пленных, которые захватывали, оставлять живыми и заставлять работать. Так появились рабы. Так появились рабы, и одновременно начало формироваться государство. Государство как определенная социальная система, принуждение одного класса к тому, чтобы другой класс подчинялся. То есть класс рабовладельцев возник, и, соответственно, этот класс подавлял. Никто добровольно не хотел работать рабом, существовать в таком униженном положении, не просто униженном, но и выживали так далеко не все, и недолго жили рабы. Изнурительный труд, естественно, им только предоставляли такие возможности. На этом расцвелили такие замечательные культуры, как древнеегипетская, как древнегреческая, древнеримская. Это все на рабовладении, на труде, безвозмездно присвоенном рабовладельцами, труде врагов. Вот так произошла первая революция. Это была революция перехода от первобытно-общинного строя, первобытно-общинной формации к рабовладельческой. Далее, я не буду дальше так подробно останавливаться, на других революциях, просто назову, что далее происходит революция феодальная, мировая тоже феодальная революция, где два основных класса — это крестьяне зависимые, зависимые либо лично, либо зависимые через то, что землевладелец владеет землей и заставляет трудиться безвозмездно, либо отдавать часть продукта землевладельцу. То есть класс феодалов и класс зависимых крестьян. Затем развивается феодальное общество и постепенно создаются условия для того, чтобы перейти к следующей общественно-экономической формации — капиталистической. В капиталистической формации мы знаем буржуазные революции. Тут уже, если феодальной революцией мы назвать, наверное, не сможем, то есть так не фиксируется чего-то, тогда произошла феодальная революция. То буржуазные революции — это уже фиксируется в историографии, в истории фиксируется буржуазные революции. Как мы с вами знаем, первая буржуазная революция произошла в Голландии, была война против господства, а голландцы воевали против господства испанской короны. Ну и в рамках этой борьбы эта революция и произошла. То есть там буржуазия, которая народилась уже, она, естественно, требовала власти, не просто требовала, она нуждалась в этой власти. И свободные уже... Это были заинтересованные работники, потому что они становились свободными от феодалов, могли наниматься. То есть рабочие в капиталистическом обществе свободны в двух отношениях. Свободны лично, могут уйти от одного нанимателя к другому нанимателю, от одного капиталиста к другому капиталисту, но они же и свободны от средств существования. Мы знаем с вами знаменитое в Великобритании, в Англии, где происходило, где изгоняли крестьян с земель ради того, чтобы там послезть овцы, с которых стригли шерсть, а потом производили судьбу. Это уже капитализм. Так в рамках капитализма распоряжались человеческими судьбами. Капитализм. Революции эти происходили, это не в одном даже веке, это порядка четырех столетий. Одна из последних буржуазных революций произошла, кстати говоря, в том же 1917 году в нашей же стране, это февральская революция, она буржуазная, потому что она смела остатки феодальных отношений, которые были достаточно значены в царской России, и, соответственно, произошла одна из буржуазных революций. Ну, конечно, мы с вами знаем знаменитую французскую буржуазную революцию, естественно, те революции, которые происходили в Великобритании, тоже мировые революции. То есть буржуазия распространяла свое влияние на все путем революции, были и контрреволюционные, естественные явления, путем революции распространяла свое влияние на весь мир. Итак, получается, революция первая, рабовладельческая, феодальная вторая, третья буржуазная, и четвертая мировая революция это коммунистическая мировая революция. Началась она, мы все знаем, в 1917 году в нашей стране. Приличайшее достижение это начало эпохи, великой эпохи перехода от капитализма к коммунизму. Мы тоже все знаем, что социализм является первой стадией, первой фазой коммунистического общества. То есть социализм — это тоже коммунизм. только в неразвитой такой форме, в отличие от уже полного коммунизма. И, соответственно, длится и сейчас, я постараюсь это обосновать, что мировая коммунистическая революция, она не только началась и прекратилась, а идет как вот такое явление. Оно не то, что идет каждый день, просто перманентная теория перманентной революции, которую приписывают, или действительно она выдвинута Троцким. А революция — это идет несколько иным образом. И здесь очень важно зачитать сейчас, я зачитаю цитату из произведения Владимира Ильича Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы. Владимир Ильич писал это в августе 1912 года, что политические революции неизбежны в ходе социалистической революции, которую нельзя рассматривать как один акт, а следует рассматривать как эпоху бурных, политических и экономических потрясений. Самые обостренные классовые борьбы, гражданской войны, революции и контрреволюции. То есть, обращаю ваше внимание, что это написано было в 15-м году, еще до революции в нашей стране. И здесь подчеркивается, что в ходе социалистической революции происходят революции и контрреволюции. То есть революция, социалистическая революция понимается как такой всемирный процесс. Естественно, процесс длительный. Процесс классовой борьбы, которая и гражданские войны, возможно, кстати, не обязательно гражданская война. Мы уже видим из истории, что гражданская война не обязательно. Революция и контрреволюция. Уже и пережили и революции, и пережили, соответственно, и контрреволюции. Что важно и существенно в понимании того, откуда берется коммунистическая революция. Некоторые субъективисты, те, кто считают, что истории, раз люди движут историю, значит, история – это такое субъективное явление. На самом деле, процесс коммунистической революции – это процесс объективный, и предпосылки создаются уже в самом капиталистическом обществе. Эти предпосылки – это развитие производительных сил, главные производительные силы рабочего класса. Рабочий класс, развиваясь, является, говоря таким, образным языком, арсистским, магическим капитализмом. И так оно действительно произошло. Но в ужасном обществе, развитие капиталистического общества – это тоже имеет определенные стадии. Общество так называемой свободной конкуренции, хотя свободной конкуренции особенно-то и не было, все равно вмешивалось и государство в то время, это XIX век, например, XVIII-XIX век. Это я имею в виду европейские страны, Соединенные Штаты Америки. Да, действительно, конкуренция была, и конкуренция играла очень значительную роль. По мере того, как развивалась конкуренция, в рамках конкурентной борьбы побеждали наиболее сильные соперники в этой борьбе, формировались крупные предприятия, крупные организации. И объемы производства, сосредоточенные в этих организациях, становились таковы, что они способны были влиять уже на весь процесс производства мировой. в отдельной стране большой и даже в мире. То есть, если, например, какая-то организация производит, примерно, треть мирового производства, то она способна влиять на все мировое производство данного продукта и смежных продуктов. То есть, возникли монополии. монополия-то не знает, что одна, моно-то один, но монополия не знает, что одно только предприятие работает в сфере допрестра литейной. Нет. Это означает, что масштабы производства в рамках этой отрасли достигли в этих организациях таких размеров, что эти организации способны влиять на весь процесс. и уже ни о какой конкуренции здесь говорить не приходится. Конкурентная борьба, конечно, остается, как момент она остается. Есть малые предприятия, но в монополистическом обществе естественно, эти малые предприятия выживают тогда, когда они подчиняются и выгодные крупным предприятиям. Мы тоже можем массу примеров таких увидеть. У нас очень много всяких контор, всяких небольших буквально там, скажем, магазинчиков или даже просто каких-то киосков, в которых передают тот товар, который заказан по интернету. Но уже сами так называемые маркетплейсы это уже огромные предприятия, огромные организации, которые охватывают значительную часть это к Амазону. А у нас тоже есть достаточно крупные для России эти предприятия. Это уже монополии. Это уже монополии. Но важно именно в материальном производстве. То есть это происходит в материальном производстве. То есть произвести большие корабли уже не способны какие-то мелкие предприятия. Но мелкие предприятия могут поставлять какие-то детали для этих крупных предприятий, чтобы они не отвлекались выгодно. Может быть, что это мелкие предприятия поставили крупным. Но это не отменяет того, что общество буржуазное уже в конце 19-го, начале 20-го века стало монополистическим. То есть капитализм стал монополистическим капитализмом. Более того, срастаясь с государством буржуазным, он стал государством монополистическим капитализмом. И вот именно переход к государству монополистическим капитализмом это уже последняя ступень уже между государством монополистическим капитализмом и коммунизмом во первых в стадии социализма никаких других ступеней. Нет, это замечательно в своих работах исследовал Владимир Ильич Ленин. Так вот, монополистический капитализм, в том числе усилив неравномерность развития, оторвав эпидемиалистические центры по уровню развития от других стран, от усиления неравномерности, в наиболее слабых зрениях, слабых не значит недоразвитых, нет, слабых в том смысле, что там наиболее остро противоречия развились между рабочим классом и буржуазией. Так вот, наиболее остро развились противоречия к 1917 году именно в России. И буржуазная революция как раз попытка разрешить эти противоречия. И противоречия разрешены не были. И в то же время была создана настоящая коммунистическая партия РСДРП большевиков. Российская создала демократическую рабочую партия большевиков, которая в процессе движения от февральской революции на основе того, что создал рабочий класс в России еще в революцию пятого года — это советы. Советы — это создание именно это изобретение, это создание именно российского рабочего класса, историческое, можно сказать, изобретение, которое замечательно выразило интересы рабочего класса, когда из областовочных комитетов делегировались в Иваново-Вознесенске и в другие города, делегировались товарищи, совет, городской совет, и по сути они сформировали власть. В 1917 году советская власть стала формой диктатуры пролетариата. Вот это вот коренное значение диктатуры пролетариата для мировой коммунистической революции. То есть мировая коммунистическая революция — это революция советская. Революция советская. В наиболее последовательной форме это выразилось именно в нашей стране. В нашей стране была совершена политическая революция, называли переворотом, ну в принципе можно назвать и переворотом, да, был политический переворот, он совершился практически два дня, бескромный политический переворот, там неизвестны фамилии погибших, может были какие-то инциденты, но посредстве февральской революции гораздо меньше, по крайней мере февральской революции известны погибшие и захоронены на массовом поле, часть из них. В Октябрьской революции в Петрограде неизвестны жертвами. То есть так подготовлена была революция, так обострились эти противоречия и так организована, что эта революция произошла бескромно. Да, это было насилие, естественно, революционное насилие, и в тот же день власть не просто обозначена, стала советской властью. То есть второй съезд Советов, он создал правительство, издал декреты. То, к чему стремились крестьяне, крестьяне получали землю, земля становилась государственной, но распределялось пользование. Рабочие заводы, но не так, что отдельный коллектив рабочих, отдельный завод. Нет, это рабочий класс национализировал наиболее крупные заводы, были национализированы банки, почты, телеграф, то, что необходимо для существования, развития общества на новой, более совершенной стадии. И когда говорят, что большевики начали гражданскую войну, это историческая ложь. Зачем большевикам, которые возглавляют, по сути, организовать культуры патриата, которые были правящей партией, зачем им нужна гражданская война? Гражданскую войну начали как раз противники. Контрреволюция началась. Причем, что эти леса наиболее активны были так называемые социалистические партии в контрреволюции. То есть эсеры, монархисты достаточно активны были, особенно правые эсеры. А затем уже и летом левые эсеры попытались тоже определенно провести контрреволюционные действия, но потерпели поражение. В результате социалистической революции как политического действия была служба на социалистическом государстве. Но социализм еще предстояло создать. Национализированные предприятия, организации, банки – это только предпосылка еще. Необходимо, чтобы они были в едином плане, чтобы они работали в интересах рабочего класса. А рабочий класс, как известно, выражает интересы всех трудящих, коренные интересы всех трудящих. То есть возникли ряд экономических платов. Первый плат – это коммунистический, в которых национализированные предприятия, а национализацию начали сами рабочими, потом государство продолжило, конечно, и даже в результате гражданской войны даже вынуждены были национализировать больше, чем предполагали даже. То есть во многом процесс этот стал вынужденным, процесс национализации. Крупные предприятия это и собирались национализировать, банки, государство революции, как у Владимира Ильича очень хорошо описано. То средние и даже медленные предприятия не собирались национализировать, а собирались починить их воле господствующего класса, воле диктатуры полетариата. Но гражданская война вынудила к тому, что перешли к военному коммунизму, а потом к так называемому НЭП. В принципе НЭП не понадобился, если бы не было такого сопротивления, не было бы необходимости так называемого военного коммунизма, конечно, это в кавычки только надо брать эту фразу, а спокойно бы вот эта политика и проводилась бы. То есть есть коммунистический уклад, это национализированные предприятия, которые подчинены через систему управления, через систему планирования, подчинены интересам рабочего класса. Есть государственный сектор, государственный уклад, но который еще не подчинен, то есть работает еще с коммерческими целями, то есть на прибыль. Работает с целью получения прибыли. И только предстоит его еще постепенно, чтобы он дорос до и вошел в коммунистический уклад. Есть уклад капиталистический, часто капиталистический уклад у нас в Советской России довольно серьезный, и мы сразу ограничили количество нанимаемых рабочих. Но все равно, конечно, в реальной жизни было больше, во многих предприятиях частных, рабочих это все скрывалось. Ясно, что шла борьба и в этом аспекте, и в этом моменте. Но был частный, частный капиталистический уклад. Огромный уклад у Советской России – это был мелкобуржуазный уклад, и прежде всего в деревне. В городе он тоже был, но в деревне. Мелкобуржуазия – это вообще-то не совсем буржуазия как таковая. То есть мелкобуржуазия – это те работники, которые работают своими средствами производства, работают на себя, своим трудом, ну и продают продукт на рынке. То есть если так происходит, это именно мелкобуржуазия. Нанимали, ну да, если нанимали как эпизоды, эпизодические, то это все равно оставалось в рамках мелкобуржуазии. А вот если уже нанимали 5-6 или сколько-то человек систематически, то это уже не мелкобуржуазия, это уже капитализм. Это уже буржуазия настоящая называется. Ну и был, конечно, патриархальный уклад. Патриархальный уклад – это наименее развитые какие-то территории, где, по сути, не выходили на рынок, производили все, что производили, то и потребляли. То есть в такой, в экономике страны участвовали в этом отношении, не выходя за рамки своего натурального во многом хозяйстве. Постепенно, путем развития коммунистического уклада, внедрения планирования, известный великий план Город Ром, затем созданы были пятилетние планы. Экономика очень быстро развивалась, в основном за счет внутренних ресурсов, других ресурсов не было. Темпы роста были просто кратные, то есть за вот эти две первые пятилетки производство возросло в десятки раз, а производство каких-то продуктов вообще отсутствовало. Просто создали новые продукты, потому что самолетостроения как такового не было до первых пятилеток. Были отдельные там производства авиации, в Царской России там производили, но самолетостроение как отрасли, как отрасль, она отсутствовала. Великий план, ну как часть плана электрификации, ну и создание общественной собственности, то есть государственная собственность, она может быть не общественной. Если государственная собственность не подчинена общественным интересам, то это не общественная собственность. Только подчинение государственной собственности общественным интересам, государственного диктатура и протериата, тогда она становится общественной. В середине 30-х годов в городе вполне, не только в городе, но и в деревне, вполне сформировалось именно преобладание общественной собственности. А население это путем коллективизации, со всеми проблемами, но коллективизация произошла, и большая часть коллективизации произошла вполне добровольно, коллективизация была выгодна большинству трудящихся в населении. Потому что там основная задача была население это выжить, а задача для государства, это чтобы село снабжало город хлебом, другими продуктами питания, сырьем, для того чтобы рабочие, тоже поднимался уровень жизни рабочих и развивалась экономика. Очень много рабочих вышло из крестьян. Действительно, большие, огромные сдвиги произошли социальные, но рабочий класс Советского Союза очень сильно пополнился за счет крестьянства. И вот в середине 30-х годов была создана первая коммунистическая общественно-экономическая формация в рамках Советского Союза. Историческая роль, огромная историческая роль в том, что коммунизм в страшнейшей войне победит фашизм. Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов финансового капитала. Финансовый капитал — это банковский капитал, подчинивший себе промышленностью. Это соединение промышленного и банковского капитала под руководством банковского капитала. Финансовый капитал, в том числе в борьбе с коммунизмом, создал фашизм. То есть открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных кругов, наиболее реакционных элементов финансового капитала. Наиболее шаринистических, как это я сейчас цитирую, то определение, которое дал Георгий Демитров. Это совершенно правильное научное определение. Только опираясь на это определение, можно понимать, что происходит в том числе и происходило и в 30-40-х годах, и то, что происходит сейчас. Потому что сейчас тоже борьба с фашизмом идёт, и опять это делает наша страна, наши воины, наши рабочие, наши инженеры, которые обеспечивают нашу воину. В результате победы, или к отечественной войне, во Второй мировой войне, в результате победы были созданы предпосылки и условия для создания мировой коммунистической системы. В Центральной Европе, там, где были наши войска, конечно, условия были в этом отношении очень благоприятные. Но в то же время рабочий класс действительно реален. И то, что там по указанию или там дулам автомата оккупантов, так называемых, которые, конечно, некими оккупантами не были, были освободителями наши воины. Но условия создавались благоприятные для борьбы рабочего класса со своей буржуазией. И в ряде стран, в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, произошли коммунистические революции. Произошли коммунистические революции. И в течение ряда лет, не сразу после того, как произошли эти коммунистические революции, политические, там был создан социализм. Постепенно создавался социализм, и в большинстве стран социализм этот утвердился. Причем, к сожалению, не так надолго, как хотелось бы, не навсегда. Но вот революция — это отдельный вопрос, на нем еще остановимся. Особенности были в Польше. В Польше сельскохозяйство в значительной степени осталось неколлективизировано. Часть были коллективные предприятия, были государственные предприятия. Сельскохозяйственная часть, большая часть была неколлективизирована. В этом смысле Польша социализм не достроили. Еще более своеобразная ситуация была в Югославии. Там утвердилась собственность отдельных коллективов, преобладала собственность отдельных коллективов работников на предприятия, на свои предприятия. Конечно, это не социализм. Отдельная собственность отдельных коллективов-работников не формирует социализм. Это капитализм, но где преобладает групповая коллективная собственность. И не случайно в Югославии, именно такая политика в том числе проводилась, достаточно сказать, что не случайно те противоречия, которые возникли между Советским Союзом и Югославией, а ведь как помогал Советский Союз Югославии, Югославия помогала Советскому Союзу. Югославия приняла на себя первый удар фашистов еще до 22 июня 1941 года. И есть научные изыскания, которые постановывают, что даже вынуждено было немецко-фашистское руководство отодвинуть время начала агрессии по отношению к нашей стране, из-за того, что большая значительная часть войск была занята Югославией в борьбе с мужественными госплавскими воинами, потом партизанами. Но и наша страна очень серьезно помогала Югославии. Но несмотря на это, видите, важна очень идеология, потому что это социалистическое, коммунистическое общество, это общество сознательно управляемое. Если в сознании, если в этом управлении делается неправильно, не по науке, не по марсистской науке, то, видите, какие отходы идут, ответвления идут, отход от правильного исторического пути. И не случайно Югославия, одну из первых, стали шатать в этом отношении, и там и война довольно серьезная была. Используя националистические противоречия, привели страну к тому, что она разделилась на целый ряд стран, которые стали слабыми, и которыми можно сейчас умыкать, что сейчас, в принципе, и делается. Очень значительная роль коммунистического движения в Азии. Революция, наша революция явилась стимулом, факелом, показала путь для народов Китая, Индо-Китая, Кореи. И та победа, которая, замечательная операция, одна из самых выдающихся военных операций в мировой истории, в августе 1945 года, когда была разбита огромная японская армия, разбита буквально за месяц, даже меньше. Это создало предпосыл для того, чтобы помочь китайским коммунистам в борьбе против ужасного правительства Гиминдана. Но эта борьба началась не в 1945 году. Борьба началась в 20-е годы. И здесь есть отличие серьезное от того, что не всегда будут эти отличия, и что-нибудь будет происходить так же, после повторов не будет. Если у нас политическая революция, переворот политически совершен был практически за два дня, то в Китае это заняло практически два десятилетия, даже больше. С 20-х годов шла борьба армии, в коммунистической партии Китая была армия, Красная армия. В борьбе с Гиминданом вынуждены были против японских захватчиков союзничать, Красная армия с войсками Гиминдана. Красная армия более последовательно боролась с японскими захватчиками. А затем тяжелейшая борьба на уничтожение этой Красной армии проводила буржуазное правительство Китая. Была помощь со стороны Советского Союза, конечно, была. Но в то же время Советское правительство проводило очень такую взвешенную грамотную политику, учитывая все обстоятельства. И вот когда была победа в 45-м году, победа над японскими милитаристами, то, конечно же, улучшились условия для того, чтобы победила коммунистическая партия Китая. Но в то же время, кстати, победа была в 45-м году над Японией, а Красная армия, коммунистическая партия Китая, она победила в 49-м году. То есть 4 года понадобилось для того, чтобы коммунисты в Китае одержали победу. То есть некоторые полагают, что там как-то экспорт-революции произошло, ничего подобного. Но реальные, объективные причины привели к тому, что в Китае произошла политическая революция таким длительным путем более 20 лет ожесточенной, кровопролитнейшей борьбы. Да еще и японская оккупация, в рамках которой были уничтожены миллионы и миллионы, по разным данным, около 35 миллионов китайцев покидло от рук японских захватчиков. Но еще и борьба была внутри, между буржуазным правительством Китая и, соответственно, Красной армией китайской, коммунистической партией Китая. И вот такая длительная тяжелая борьба, наверное, явилась предпосылкой того, что в Китае коммунистическое общество, коммунистические идеологии оказались гораздо более устойчивы, чем в Центральной Европе, например. В Центральной Европе коммунистические правительства, коммунистический строй довольно быстро сдался. Ну, а то, что произошло в нашей стране, это требует особого исследования. Разумеется, сейчас уже основные такие моменты уже известны. То, что произошло в предательстве коммунизма, в предательстве коммунистической идеологии, в коммунистической практике. Группа лиц во главе с Крущевым, который захватил власть интригами и прочими, только интригами, но и репрессиями. Мы знаем прострел выдающегося деятеля коммунистической партии Советского Союза Берии, человека, который руководил атомным проектом, ракетным проектом, для отношений, больших заслугий. То группа Хрущева сознательно, по-другому нельзя сказать, потому что это было сделано, четко сформулировано и принято съездом. Отход от государства диктатуры пролетариата, мы просто убрали запись, реально, и запись убрали, это очень важно тоже. И в своей практике отошли от диктатуры пролетариата. А какая, если, возможно, либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии? Третьего, в условиях, когда уже либо капитализм, либо социализм, в принципе, быть не можем. Мы не будем рассматривать патриархиальные или еще какие-то. И вот постепенно, вот именно с этого периода, с 22-го съезда партии, на 20-м знаний доклад, вот этот, гнусный, так называемый культ личности Сталина. Хотя культ личности Сталина была попытка создания культа личности Сталина, по меткому замещанию Михаила Исеча Попова, культ личности Сталина создавал Хрущев тем, что пытался вести, так называемую, борьбу с этим культом. Тогда возникли эти фразы «культ личности». До этого, что культ льда, почитание руководителя с огромными заслугами Сталина, но культ личности… Пытался Хрущев сам свой культ личности утвердить, но личности, наверное, точно недостаточно было личности. Так вот, это предательство приняло… Ну и потом еще дезорганизация, то, что уничтожили МТС, то, что отраслевую систему, преимущественно отраслевую систему управления, перебегли в территориальную систему управления и разобщили во многом единую экономику нашей страны. И целый ряд других различных, так называемых, экспериментов – это не просто эксперименты, это разрушение. Это, разумеется, все подрывало силы социалистического общества. И в идеологии это происходило. Различные теории выдвигались потом уже, там, развитого социализма и прочие совершенно ненаучные, антинаучные теории и концепции. А то, что это было против рабочего класса, то, что произошло на 20-22 съезде, вообще в этот период руководства Хрущева, то не один Хрущев, конечно, делал. Я скажу, что один Хрущев пришел, разрушил целую страну. Нет, в этой посылке к этому есть всегда разрушение. Потому что социализм, есть коммунизм с моментами отрицания коммунизма внутри него самого. И если с этими отрицаниями не бороться путем усиления, созидания, усиления государства, арбитуры предприятия, которые подключают к этой борьбе большую часть общества, разумеется, в этих условиях, если борьбы такой нет, если разрушились, если сказали, нет, у нас тут литературы нет, у нас тут какое-то общенародное государство, естественно, вот это отрицание коммунизма, внутри самого коммунизма, вот эти моменты товарности, которые были внутри непосредственно общественного производства, разумеется, это разрастается. Это стихийно, это подобно бактериям, болезням, которые раковым опухолем, которые разрастаются и ведут к тому, что гибнет социалистическое общество, как, то есть гибнет коммунистическое общество. Переходный период от социализма к коммунизму, вот здесь видите, от коммунизма к капитализму, в нашей стране как раз и начался с периода руководства Крущева. А завершился, да, в 91-м году уже полной реставрацией капитализма. Но предпосылки были созданы, предпосылки, вот, по сути, уклады даже создавались, потому что вот эти вот паразиты вокруг, возле государственных предприятий, цеховики так называемые, выросли очень криминальные, уголовные сообщества в сфере экономики. На Коплане были огромные нелегальные богатства. И самое важное, что в руководстве уже в значительной степени начали преобладать карьеристы, которые не столько для развития страны работали, хотя много, в этот период очень много было сделано позитивного, но эта тенденция все развивалась, негативная тенденция все развивалась и развивалась, и привела к тому, что уже пришли к власти такие, как Горбачев, которые в Яковлев, Александр Яковлев, которые уже, я считаю, полномерно стали разрушать социализм, то есть стали разрушать коммунизм в нашей стране. В нашей стране коммунизм – это великая трагедия, коммунизм прекратил поражение. И то, что после 1991 года, и даже до 1991 года, шли кровавые, и резня была в Закавказье, и в Молдавии война, это уже после 1991 года, и во многом то, что сейчас происходит на новых территориях России, на части Украины, в Харьковской области, Украина. Кстати, многие неправильно говорят, что война идет на Украину. Война сейчас идет на большей части на новых территориях России. Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области – это война на нашей территории. На нашей территории. Здесь вот те, кто говорят, что там стреляли Россию, первую группу от России обстреляли, а вот обстреливать Донецк – это вроде бы как война на Украине. Нет, это тоже война на территории России. В 1991 году закончился контрреволюционный переворот, произошла реставрация капитализма в нашей стране. Наша буржуазия много сделала для того, чтобы влиться поближе к империалистическому центру, который является сейчас Соединенные Штаты. Есть империалистические цепи, который подчинил себе другие капиталистические страны, которые раньше были империями. Часть из них оккупирована прямым образом. В ФРГ, например, в Италии стоят войска. В Японии. То есть это нельзя сказать, что Япония – суверенное государство. Нет. Это оккупированная территория. В ФРГ тоже оккупированная территория. Норвегия. Другие страны, там, где Соединенные Штаты свои базы имеют значительное. Размере и влияние, это, разумеется, они, в отличие от наших войск, они вовсе не вышли из Германии, когда наши выходили из Германии, самым неподобающим образом предали еще и армию. Горбачев предал армию. И этот империалистический центр, естественно, он все сделает для того, чтобы сохранить свое влияние, потому что благодаря этому влиянию Соединенные Штаты могут потреблять гораздо больше, чем производить. То есть значительная часть продукта, который поступает в Соединенные Штаты, это просто безвозмездно поступившие продукты из других стран. То есть путем эксплуатации. Путем эксплуатации через систему финансовую, которая подкрепляется военно. И вот что сейчас получается? Да, то есть на одном поле сейчас получается в мире, после того, как произошел, уничтожили Советский Союз, и пересийский центр остался и укрепился. И во многом за счет Советского Союза Западная Европа, ну, центральная Европа, особенно Соединенные Штаты, поживились и воспрягли духом. В это время на другом полюсе, в Азии, гигантское развитие получил Китай. Если взять цифры 1991 года, в Китае валов внутренний продукт был примерно 1 триллион долларов. В Советском Союзе в тот период, где-то было, ну, еще до 1991 года, еще того, как Союз уничтожили, было, ну, в 90-м возьмем, было 3 триллиона долларов производства ВВП. Это не очень точный показатель, оно просто для сопоставимости, потому что правильные показатели в Соединенных Штатах не измеряются, правильно считать национальный доход, то есть материальный производство, а валовый продукт, там много и не материальное производство. А в Соединенные Штаты были порядка 9, производители ВВП 9 триллионов, это был 90-й год. Сейчас ситуация такая, в нашей стране те же 3 примерно триллиона, это в России теперь уже, те же 3 триллиона долларов, в сопоставимых, если взять данные, в Соединенных Штатах порядка 18-19 триллионов и уже за 20 триллионов в Китае. Это если взять вот этот кривоватый показатель валового внутреннего продукта. А если взять показатель промышленного производства, то Китай уже, наверное, больше 5 лет, как произошло в Соединенных Штатах Америки, по объему промышленного производства. Я вот очень люблю приводить такой пример, что в Китае за 2 недели производится цемента, а цемент это, понятно, кровь строительства, производится цемента за 2 недели в Китае больше, чем в Соединенных Штатах за год. В Китае сейчас две трети скоростных железных дорог. В нашей стране ни одного километра скоростной железной дороги нет. Между Санкт-Петербургом и Москвой это нельзя называть скоростным, это должно быть отдельный веток. Вот сейчас будет поставить задачу. Но посмотрим, как ее будет решать, очень правильную надо делать скоростную железную дорогу не только между Питером и Москвой, но и на восток, и на запад надо делать, и на юг. А в Китае больше 40 тысяч километров скоростной железной дороги, где скорость больше 300 км в час развивает. Могут развивать больше 300 км в час скорость. То есть это конкуренция авиации. Особенно на расстояниях где-то там 500 до 1000 км, это вообще конкуренты. В принципе, наверное, при массовом перевозках это больше, чем это более эффективно, в смысле затрат на перевезенную, чем на авиацию. Вот Китай очень значительно вырос, очень значительно. Просто гигантские темпы. У нас были гигантские темпы в 30-е годы, в конце 20-х, 30-е годы, послевоенные годы. Но подобные темпы в Китае, причем падений производства ни один год не было. Даже вот в период этой эпидемии коронавируса, и то рост был в Китае. В отличие от большинства стран. И вот сейчас именно Китайская Народная Республика — это коммунистический эпох. Там продолжается революция коммунистическая. Корейская Народемократическая Республика об социалистическом обществе, как первая фаза коммунистического. Вьетнам, Лаос, Куба, Китай. Китайская — это коммунистические страны, в которых происходит создание социалистического общества, социалистической экономики, социалистического общества. То есть там, в этих странах, везде, которые я назвал, кроме КНДР, там надо укладная экономика. То есть те же уклады, что я назвал в период, когда характеризовал построение социализма, создание социализма в нашей стране. Но в Китае есть еще одна такая особенность. Там еще есть государственно-монополистический уклад. И там частные, если в Советском Союзе частники это все-таки не были монополиями, то в Китае, в социалистическом, в политическом точке, в социалистическом Китае есть уклад и частный монополистический уклад. И государственно-монополистический уклад. То есть видите, такие особенности под уклады, что ли, возникли. То есть это требует отдельного исследования, многоуглавности китайской экономики. В то же время Коммунистическая партия Китая четко держит курс на строительство, на завершение создания социалистического общества. Примерно они любят какие-то, но ставят даты определенные. То есть и столетия, так вот, судя по всему, столетия к 49-му году ставят задачу именно создания социалистического общества как первой фазы коммунистического общества. И к этому успешно, успешно продвигаются. Записывали у них официальные документы их конституции и в уставе коммунистической партии программы, точность, устава. Диктатура партииата. То есть диктатура партииата и записана, ну и они реализуют. Да, очень много допущенных капиталистических элементов, да, есть заигрывание определенной всякой терминологии и неоднократно социалистическая рыночная экономика, конечно, это не научно, не антинаучно, никакой социалистической экономики не может быть рыночной. Социалистическая экономика это непосредственно общественная экономика. И только так и по-другому быть не может. Моменты товарности, это сами моменты самой непосредственно общественной экономики, которые противоборствуют, противостоят именно непосредственно общественному характеру социалистической и коммунистической экономики. И вот эти два полюса. И вот развитие мировой коммунистической революции — это сейчас прежде всего центр развития. Это, конечно, Китайская Народная Республика. Разумеется, Вьетнам, Маос, Куба. И когда говорят о многополярном мире, это ошибка. Многополярного мира, ну, вообще-то, не в физике, наверное, нет. Два полюса, вообще-то, северный, южный, географии. Отрицательно положительный батарейки, отрицательно положительная сторона, да, то есть плюс-минус. То есть полюсов там может быть только два. И реально в мире сейчас два полюса. Один полюс — это реакционный, возглавляемый пересистическим центром Соединёнными Штатами Америки. Другой полюс — это Китайская Народная Республика, в которой происходит создание социализма, создание социализма, капитал фазы, капитал. То есть очень интересный вопрос нам просто коридорным образом важен. Так какова роль России в этой двухполюсной, с научной точки зрения, системе? Россия — буржуазная страна, капиталистическая страна. На какой стадии развития? Естественно, государственная монополистическая страна. Разумеется. К какому полюсу? В начале 90-х годах, до нулевых практически, может, чуть попозже, все стремились к тому, к реакционному полюсу. Все заигрывали с ними, сдавали позиции без конца. Мы все были готовы, отступали там, соглашались там с тем, что НАТО продвигается. Зазывали инвестиции. Губили это, я про буржуазили, в российском говоре. Губили свои производства. У нас предприятие было уничтожено за время 90-х годов больше. Ну, не 90-х, и потом тоже это происходило. Сейчас, к сожалению, предприятие, эта тенденция продолжается, правда, уже не в таком масштабе хорошо. Предприятие было уничтожено больше, чем во время Великой Отечественной войны. Фашисты уничтожили меньше предприятий, чем буржуазия российская. И вот так стремились, так стремились к услужению, но что-то не приняли. Не приняло. Например, российский центр такой жертвы. То есть он принял материальный ресурс, который задешево доставал, если его ногам еще достается. А к себе буржуилин, самым большим главным, не приняло российской буржуазии. В то же время в российской буржуазии неоднородно. Ну, как и все, неоднородно. Тоже два полюса. Тоже две стороны противоречия. Есть та буржуазия, которая ориентирована на и выполняет интересы финансового капитала Современных Штатов. Капрадорской буржуазии, так называемой капрадорской буржуазии. Есть буржуазия, которая связана с своими интересами, потому что она просто хорошая такая, сознательная. Нет, она связана с интересами, с развитием российской экономики, с развитием российского производства. И вот эта буржуазия, она была самым началом, конечно, но постепенно она усиливалась по мере того, как становилась на ноги. И она поняла по действиям российского центра, ну и по своим определенным действиям, поняла, что если она не будет сопротивляться, если не будет сохранен суеверенитет нашей страны, то и этой буржуазии не станет. То есть она будет просто уничтожена, съедена на правах господства. Вассал. Посмотрите, что сейчас происходит с Западной Европой. То есть с Японией на 4 степени. И с Южной Кореи. Особенно с Западной Европой. Особенно с ФРГ. Это просто-напросто восстал, который просто-напросто против интересов своих капиталистов, своих монополий, ведет политику в угоду интересам финансового капитала Соединенных Штатов Америки. Уменьшается производство, просто переезжает производство Соединенных Штатов, и в Китайских продолжают переезжать, а в другие страны, в Индию, теряется часть энергетики, часть химической промышленности, машиностроения. ФРГ сильно, мало кто другой, свои машиностроения, своей электротехникой, электротехническим производством. Вот так происходит. То есть в угоду финансовому капиталу, и под управлением финансового капитала, в интересах финансового капитала, сдает просто-напросто. Так вот, наша часть отечественной буржуазии, которая поняла, что только сохранение суровенитета России, возможно, сохранение их как буржуазии, они стали насопротивляться. И где-то перелом наступил, ну вот понимание, где-то в 2008 году, с Мюнхенской речи, ну, по крайней мере, многие исследователи, такие политические процессы, утверждают, что с Мюнхенской речи президента Путина обозначился этот поворот к тому, чтобы усиливать суровенитет нашей страны. Были тенденции раньше, нельзя сказать, что это в 2008 году началось. Нет, тенденция развивалась и раньше. И получается сейчас, что Россия, противопоставив свои интересы, или не свои интересы, противопоставив себя в значительной мере интересам финансового капитала Советённых Штатов, вступила в противодействие и в противоборство. В противоборство. И получилось интересный такой вот симбиоз, симбиоз, союз с Китаем. Получается, социалистическая Китай и буржуазная Россия по сути, экономические и политические союзники. Этот союз не оформлен какими-то документами, ну, я имею в виду, как союз, не так, как союз России с Беларусью оформлен. Нет. Но есть целый ряд договоров, есть целый ряд организаций, где Россия вполне союзничает с Китаем. и Соединённые Штаты, по крайней мере, одна из частей руководства Соединённых Штатов решила, что ослабить Китай можно путём того, чтобы разрушить Россию, лишить Китай союзника, а потом уже расправляться с Китаем. Там надеются не только на военное противостояние с Китаем, как я полагаю, хотя и это развивается, противоречное, противостояние, сколько на то, что в Китае произойдёт то, что произошло в России в 1991 году. Можно такое произойти, но нельзя это исключать, конечно. Но определённая не то, что гарантия, но определённая предпосылка, что это не произойдёт, является то, что Китай уже очень хорошо китайское руководство изучило, что произошло с Советским Союзом, что сейчас происходит, они тоже видят, и понимают, что всякие уступки империализму — это просто уничтожение будет Китая. И уже не дадут возможность вот так быстро. Понятно, потом всё равно в любом случае коммунистическая революция — это объективно, и всё равно она произойдёт и после контрреволюции, и там, где произошла контрреволюция, будет и коммунистическая революция, уже новая коммунистическая революция, реставрация коммунизма, что называется. Это была реставрация капитализма, это будет реставрация коммунизма. Но китайские товарищи вполне себе отдают отчёт, они не скрывают этого, что они понимают, к чему ведёт то, что сейчас делают Соединённые Штаты. и война, которая идёт на новых территориях России, не только на новых территориях, но и на тех территориях, которые были и раньше, и по сути война во многом уже идёт больше, чем на новых территориях, то это есть не что иное, как стремление Соединённых Штатов и Периалистического Центра стремление ослабить Россию, уничтожить Россию следующим этапом, ослабить Китай и затем уничтожить Китай и сохранить своё господство. Но у Китая Советский Союз никогда не превосходил по объёму производства Соединённых Штатов. Да, достигали некоторых параметров производства углометалла, да, превосходили даже. А Китай достиг того, что он превзошёл Соединённые Штаты. Превзошёл. И это тоже определённые предпосылки и условия для победы коммунистического Китая над империалистическими Соединёнными Штатами. Победа, скорее всего, вряд ли это в войне будет, но какие-то военные действия возможны, вокруг Тайваня всё это развивается и всё это обостряется. А мы сейчас наблюдаем очень интересный феномен и положительный феномен, когда ужасная страна, да, страна, в которой произошла ужасная контрреволюция, вынуждена союзничать с коммунистическим Китаем, и это накладывает свой отпечаток на политику и даже идеологию, экономическую политику, идеологию те процессы, которые происходят в нашей стране. То есть в нашей стране улучшаются предпосылки для восстановления социальности. Вот то, что я хотел сегодня, уважаемые товарищи, донести в рамках нашей с вами лиции. Субтитры